Творческому человеку нужно постоянно черпать вдохновение с чего-либо. Поэтому в Хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева организовали выставку картин. В Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева необычное мероприятие. К танцам и балету оно не относится, но искусство в чистом виде. Добро пожаловать на выставку с живописью. Все работы принадлежат кисти Светланы Леонидовны Чистяковой. Это уже не первый такой полезный опыт. Как думаешь, зачем в Хореографическом колледже устроили выставку картин? Чтобы мы больше фантазировали, потому что мы танцуем, и в танце мы должны показывать то, что мы чувствуем. Так и в картинах, мы тоже смотрим на них и представляем разных персонажей. Все работы объединяет общая тематика – сказка. Здесь изображены хорошо знакомые персонажи литературных произведений, о которых мы неоднократно слышали. Возможно, в ближайшем будущем в кого-то из этих персонажей предстоит перевоплотиться нашим артистам-балетам. Сейчас они имеют уникальную возможность вдохновиться рисованными персонажами. Кто автор этих работ? Это замечательная художница Светлана Леонидовна. Она изобразила очень ярко свои картины и представила эту выставку в нашем колледже. Какая картина тебе больше всего запомнилась? Мне очень понравилась картина, где изображен кот на окне. Он напоминает мне моего кота, который находится у бабушки. И он всегда, когда я уезжаю, садится на окно и смотрит. Творческий человек должен быть всесторонне развит. Поэтому воспитанникам Башкирского хореографического колледжа весьма полезно подобные мероприятия. Такое смешание жанров, как живопись и балет, впоследствии могут дать что-то интересненькое. Следите за новостями. Знакомясь с работами, ребята смогут заглянуть в сказку. В каких-то картинах можно увидеть Алису Зазеркалье, кукол из театра Карабаса-Барабаса или даже Добрую Снежную Королеву. Аня Локутенкова, Руслан Бигбеев, специальный легорин новостей.